итак дорогие друзья сегодня мы хотим вам представить горелку от отечественной компании бионик на биологически чистом топливе на самом деле биологическое топливо представляет себя так называемый этанол гель здесь его ровно на 1 час горения чем хорош гель первую очередь то есть вы не боитесь того что он у вас выплеснется разольется то есть даже если в какой-то момент вы при том как будете открывать крышку горелки вы сможете перевернуть его там он у вас не выльется и не выпадет это раз во вторых он не содержит в себе метанола на следовательно он не дает каких-либо отрицательных для вашего организма выбросов и продуктов сгорания дальше очень интересно компания реализовала сам дизайн этой горелки мне она напоминает консерву ну саму обычную там я не знаю шпроты там тушенка то есть при ее малом весе и малых размеров вам достаточно просто бросить ее в карман рюкзака в сумку куда угодно или там носить ее в кармане там боковом в карго в тех брюках которые выходите в поход очень удобная штука на самом деле для кемпинга для дальнего похода вообще для любого полевого выхода как я говорил малый вес общее время час горения и герметичная упаковка не занимает много места плюс ко всему это биологическое топливо можно использовать не только допустим для приготовления пищи для разогрева еды для разогрева там чего-либо также можно ставить для обогрева палатки как мы вам покажем пламя у нее очень ровно очень чистое и без запаха плюс к этому сама горелка комплектуется комфоркой на которую вы можете установить посуду комфорка себя представляет проволоку омедненную и закаленную то есть вы можете видеть она пружинит то есть она не сомнется если вам там ее надо будет вы приложите к ней какое-то усилие какое-то воздействие она у вас не придет в негодность то есть штука сама по себе очень удобная плюс хотел бы обратить на ваше внимание о том что по краю горелки есть подробная инструкция как ей пользоваться поэтому если вы там даже посмотрев этот обзор не запомните вы всегда сможете посмотреть и прочитать там вот теперь я знаю как это все делает что еще хотелось бы сказать по поводу самой горелки сделано из довольно плотной жести то есть не сомнется не продавится но несомненный плюс консервной банки даже если вы ее уронили сделали где-то вмятина это никак не повлияет на ее работоспособность единственно что вам надо четко понимать что вам ее все-таки для разогрева надо устанавливать на ровную поверхность как я уже говорил в горелке хватает топлива на час поэтому где брать другое топливо тоже не вопрос потому что на самом деле к ней вы можете докупить отдельно топливо которым тоже хватает на час то есть вот вот четко видно 60 минут горения тоже реализована интересно как прозрачная банка кетчупа данного пакета 330 миллилитров это как раз практически столько сколько войдет в эту банку схема работы с ней крайне крайне проста для того чтобы нам ее начать начать с ней работать нам нужно открыть крышку делаем это аккуратненько так как первое открытие всегда теперь вы можете видеть сам гель внутри как я уже говорил такая желеобразная масса которая очень не выливается не расплескивается даже если вы ее повернули запах я бы сказал чуть-чуть напоминает спиртовой но не резкий он не бьет в нос при самой жидкости то есть нету запаха явной химии достаточно всего лишь как вы можете видеть пламя очень ровная горит просто отлично для того чтобы запаха или какого-либо там химического горения дыма тоже нету как вы видите я держу ее на руке и температуры я не ощущаю для того чтобы прекратить горение вам достаточно прекратить доступ кислорода к горелке для этого вы просто накрываете его крышкой все горение прекратилось как бы я опять снимаю крышку дальше мы устанавливаем комфор очку комфор очка у нас выдерживает давление абсолютно кастрюли или казана до 5 литров единственное и как бы недостаток что вы не можете поставить сюда обычную кружку поэтому как бы самое лучше использовать какие-либо там кастрюльки к примеру ну вот у нас есть такая двухлитровая у нас есть литровая кастрюля и сковородочка на которой вы можете что-либо поджарить разогреть как бы там или там если у вас есть кашка выложили сюда из консервной баночки разогрели либо же если вы собираетесь сварить уху компот ну какую-нибудь там на больше людей вы можете поставить сюда козунок теперь мы хотели бы провести такой эксперимент сколько понадобится времени для того чтобы вода закипела то есть мы знаем что время горения горелки 60 минут вот плюс минус там 35 минут для этого нам надо понять сколько времени у нас уйдет на кипячение допустим 200 миллилитров воды то вот в этой кастрюльке вы можете видеть у нас есть 200 миллилитров воды которые мы налили предварительно сюда мы поджигаем комфорочку устанавливаем кастрюлечку и для более быстрого и и кипения мы накрываем ее крышечкой то есть что создаст нам дополнительный не уход тепла ну скажем так тепло не будет уходить через верх крышки а будет оставаться внутри кастрюли засекаем время еще хотелось бы сказать такой момент что пламя которое дает горелка не задувается даже при сильном ветре то есть если вы попытаетесь его просто задуть не накрыть крышку вас ничего не получится потому что гель горит даже при ветре до 20 метров в секунду то есть даже при непогоде какой-либо там при сильном ветре в эту горелку можете использовать но безусловно ее надо будет обнести каким-нибудь типа заборчиком укрытием так у нас прошло 4 минуты и мы видим что вода закипела поэтому все что мы хотели вам показать и рассказать об этой горелке мы показали и рассказали очень вам рекомендуем ее брать с собой в походы как средство резервного обогрева приготовление пищи кипячение воды в экстремальных условиях поэтому всего доброго до следующих встреч